Добрый день, в эфире программа Вести интервью. Сегодня у нас в студии руководитель Саратовского регионального отделения ЛДПР Николай Асафьев. Добрый день, Николай. Здравствуйте. Предлагаю обсудить самые интересные и свежие инициативы партии, ваших коллег. Предлагаю начать законопроект о возвращении распределения студентов после окончания вузов, который изначально был внесен депутатом ЛДПР Сергеем Ивановым. Чем он отличается от того законопроекта, который обсуждается в данный момент? Суть, в общем-то, проста, как все гениальное. Человек, студент, студентка, поступают они в вуз или в колледж, в профтехучилище. Им открывается специальный счет, на который в зависимости от того, насколько красиво, качественно, успешно студент учится, насколько он себя проявляет в общественной жизни, в спорте, во всех остальных сферах жизни, ему начисляется определенное количество рублей. То есть он вместе с дипломом получает сертификат о том, что на его специальном счету студенческого капитала на сумму 50, 60, 70 тысяч рублей. То есть определенное. Обналичить он их не может, то есть пойти в банк и взять деньгами. Но он этот сертификат может отнести своему потенциальному работодателю. То есть он приходит устраиваться в какую-то фирму. Он говорит, я вот студент, теоретические знания у меня есть, практических навыков никаких. Вот вам нужен человек с опытом работы? Нет опыта работы. Зато у меня есть вот приданное, грубо говоря, в виде 60-70 тысяч. И работодатель, который берет его на работу, он на эту сумму студенческого капитала получает определенные льготы. То есть он не платит в пенсионный на эту сумму, отчисления в соцстрах или какие-то налоговые отчисления, платежи. Молодой специалист трудоустраивается, работодатель получает какое-то послабление. И проблема, в общем-то, решена. И трудоустройство молодых специалистов, и помогаем малому бизнесу. И более того, эта инициатива еще более интересная, потому что студенческий капитал позволяет влиять на определенные сферы деятельности внутри страны, на развитие определенных территорий. То есть никто не хочет ехать, допустим, на крайний север. Давайте мы студенческий капитал увеличим, введем как утопленный коэффициент. То есть там тогда работодатель будет получать льготу в 2-3 раза выше, если он берет молодого специалиста. На базе отдыха АЗОВ Краснодарского края проходит всероссийский летний лагерь форум молодых партийцев АЗОВ-2013. Расскажите, как проводит время молодежное отделение ЛДПР? Это как раз то самое общение, которого очень не хватает в нашей современной жизни. От Саратской области поехала очень мощная делегация, то есть там порядка 50 человек. Традиционно уже в третий раз Саратское молодежное отделение партии ЛДПР признано лучшим в стране, то есть образцово-показательным. И более того, руководитель регионального отделения Евгений Троицкий, молодежное отделение, сейчас ему поступило предложение занять руководящий пост в молодежной организации центрального аппарата в Москве. То есть работу его отметили, приглашают быть правой рукой Владимира Вольфовича Жириновского. В начале июля активисты также молодежного отделения ЛДПР провели у посольства США пикет. Для того, чтобы выразить несогласие с 200-летней популяризацией валюты Америки. Скажите, за что так не любят доллар молодые партийцы? На самом деле это попытка через, может быть, такую вот буфонаду, через, может быть, нестандартные формы донесения информации привлечь внимание общественности к чрезвычайно важной проблеме. Надо извлекать уроки из прошлого, то есть в других странах извлекают, там от доллара отказываются, переходят либо на евро, либо на свою национальную валюту. У нас, как всегда, вот мы снова расставили все эти грабли и смело к ним маршируем, потому что в 2017 году будет новый кризис, который будет гораздо жестче, чем предыдущий. Деньги надо хранить либо в устойчивых валютах типа, не знаю, того же китайского юаня, да, или там японской иены, естественно, европейского евро, либо, что было бы правильно, хранить в национальной валюте. Депутаты ЛДПР водрузили флаг партии на высоте 5000 метров на Эльбрусе, опустили на глубину 30 метров в водоеме. Когда поместят флаг партии на Луне? Мы, наверное, там вплетемся в хвосте этого списка космических держав, где-то между африканскими странами затерялись. Вот, когда наведут порядок, вот, тогда и водрузим и на Луне, и на Марсе, и где угодно. Курительные смеси внесены в список наркотических средств, запрещенных в продаже Нарсистской Федерации. Что еще, по вашему мнению, нужно запретить? Госнаркоконтролю надо дать самые широкие полномочия. То есть, если какое-то вещество признается, даже не признается, а если Госнаркоконтроль подозревает, что это наркотик, он должен, имеет право, собственно говоря, ввести мораторий на продажу этого вещества до выяснения обстоятельств. Ну что ж, наше эфирное время подошло к концу. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что позвали. Напоминаю, у нас в студии был руководитель Саратовского регионального отделения ЛДПР Николай Асафьев. До свидания.